Всем привет, с вами Тея. Азеритовая броня крайне уникальна в своей прокачке. Каждый какой-либо эквип ее имеет весьма интересные трейты в своем наборе, свои интересные особенности. И это является весьма лакомым кусочком для игроков в Варкрафте, ведь если у тебя слабая азеритовая шмотка, синяя, к примеру, в текущий момент, то ты немножко будешь отставать по некоторым показателям с теми людьми, у которых уже абсолютно все эпическое. Так вот, с 29 числа, со среды, получается через 5 дней, получается такая ситуация, что игроки смогут передать другим игрокам, находящимся с ними в группе, при прохождении каких-либо эпохальных подземелий, или героических подземелий, да даже обычных подземелий, будет возможна передача азеритовых вещей. Мы вчера еще обсудили это на стриме и поняли, что на самом деле плюсов в этой ситуации не так-то и много, если рассмотреть игровую механику текущего Варкрафта. Скорее всего, больше минусов. О минусах я говорить не буду, я уж думаю, вы сами для себя догадаетесь и сами извлечете минусы из этой ситуации. Ну а плюсы? Ну то, что абсолютно все люди будут иметь 340-е азеритовые кусочки до выхода рейда, уж точно. Ну к тому же, получается еще так, что азеритовые вещи падают у нас только с мифических подземелий без ключа, также они падают с эпохальных сундуков еженедельных, которые будут за прохождение мифик плюс. Сами мифик плюс откроются 5 сентября, а уже сундучок всем людям, играющим в Варкрафты и прошедшим какой-либо мифический данж с эпохальным ключом. Сундучок будет доступен 12-го числа. Откуда у нас еще можно полутать азеритовые кусочки? С рейда, ульдир, который стартанет 5 сентября. С квестов. При прокачке. Ну и получается все. А, ну и крафты еще. Окей. Вот и весь списочек. Так что... Передача эта крайне, на самом деле, азеритового шмота влечет за собой. На самом деле, поверьте мне, больше минусов, чем плюсов. Но компания Blizzard видит в этом все-таки больше плюсов, чем минусов. Странно. Очень-очень странно. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья. Ждем полыхающие форумы 29-го числа. Берегите ноги. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...